Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я опять сегодня готовлю что-то вкусненькое. Сегодня у меня будет очень вкусное блюдо. Это бараньи голяшки с бахаратом в гранатовом соке. Здесь у меня сухое красное вино. Оно не для рецепта. Головы от самогона. Отличное средство для разжигания костра. Казан я поставил прогреваться. Очаг уже хорошо разогрет. А здесь у меня жир, который остался от приготовления брюшины. Это очень вкусный рецепт. Скоро он появится на моем канале. Ссылочка вот здесь. Она будет очень скоро уже. Брюшина очень вкусная. И я покажу, как ее вкусно готовить. Настоящий гранатовый сок. Темнейший. Друзья, конечно же, если у вас есть спелые и свежие гранаты, то лучше выдавить сок именно из них и использовать его для приготовления этого блюда. Но сейчас на гранаты не сезон. Поэтому я использую проверенный сок. Он натуральный и очень вкусный. Жирок хорошо разогрелся. Сейчас я обжарю голяшки. Я обжарю голяшки. Температура в очаге уже хорошенечко опустилась вниз. Я опять выкладываю голяшки в казан. Заливаем голяшки гранатовым соком. Накрываем сверху одной крышкой для того, чтобы не выходил пар. И второй крышкой. Самое важное, чтобы температура внутри казана не поднималась выше 100 градусов. Друзья, пришло время приготовить приправу бахарат. Это ближневосточная приправа. Ее готовят в Турции, в Иране, в Ираке, во всех мусульманских странах. Я, когда у меня хорошее настроение, беру приправы, какие у меня есть, смотрю на блюдо, какое я буду готовить, и сыплю. И когда рука чувствует, что эта пряность сюда не годится, я просто ее не использую. Так вот, именно бахарат, это почти все те пряности, какие я использую. Но их здесь слишком много, поэтому сама общая приправа бахарат будет такая колоритная и яркая. Бахарат состоит из кардамона, душистого перца, зерен кориандра, зиры, мускатного ореха, черного перца, корицы, гвоздики, острого перца чили. Также я еще добавлю сюда тимьян и мяту. Мята здесь должна быть обязательно, именно в иранском бахарате. А тимьян это же по усмотрению. Это так же, как и гарам масала, и карри. Здесь могут быть основные пряности, а также дополнительные, в зависимости от того, как повар хочет украсить свое блюдо. Но пропорции всех пряностей будут разные. То есть, каких-то пряностей мы положим больше, каких-то меньше. Вы сами, если вы с пряностями работаете, почувствуете, сколько чего нужно ложить. Здесь нет четкой дозировки, хотя, если мы будем готовить бахарат для того, чтобы он хранился в баночке, там, конечно же, все это есть. Для тех, кто хочет узнать полную пропорцию бахарата, смотрите описание под видео. Я там укажу, что нужно класть. Пряности я разотру в ступке. Давайте заглянем, что здесь делается. Немножко бурлит. Очень сложно сейчас, в начале того, как казан только прогревается, угадать температуру. Но сейчас уже стенки казана прогреются, и все будет намного проще. Я кладу сюда один острый перец чили. Здесь кимьян и мята. Кимьян я собирал сам, он только-только успел высохнуть. Свеженький, молоденький кимьян с цветочками. Очень ароматный. И готовая приправа бахарат. Я ее хорошенечко размолол в ступке и добавил сюда соль. Все, высыпаем. И также я сюда выливаю бульон из косточек ягненка. Здесь уже есть гранатовый сок, бульон, все травки, приправки. Пахнет классно. Немного попозже мы добавим сюда еще пару очень важных компонентов. Отличная крышка. Она прекрасно закрывает почти герметично все содержимое казана, чтобы отсюда не испарялось ни грамочки аромата. Теперь самое важное, это контроль за температурой. Чтобы температура не поднималась выше 100 градусов, ну и конечно же, чтобы было самое легкое кипение. И оставляем на пару часиков. Бараньи голяшки уже томятся полтора часа. У меня есть небольшой кусочек имбиря. Я его сейчас порежу и добавлю голяшкой. Я это делаю именно сейчас, потому что имбирь очень ароматный корень. Если бы мы добавили корешок сразу, то за вот это время, пока голяшки томились, весь аромат имбиря уже испарился. Поэтому именно сейчас уже, когда осталось полчасика, или может быть часик до окончания, я режу тонкими лепесточками имбирь и добавляю. Какой сладкий аромат гранатового сока. Косточки на голяшках уже полностью оголились. Я сейчас поднимаю кусочки мяса, и они уже очень нежные. Я думаю, еще чуть-чуть, и уже все будет готово. Высыпаем лепесточки имбиря. Теперь пришла очередь морковки и лука. Дело в том, что морковку можно не добавлять, но у меня есть несколько очень уважаемых гостей, которые любят, когда есть кусочки морковки. Поэтому я его режу вот такими небольшими кусочками. А лучок я режу крупными полукольцами. Напоминаю, голяшки уже томятся почти 2 часа, ну, минут без 15-20. Поэтому уже они, судя по тому, как отделяется мяско, почти приготовились. И я сразу закладываю и морковку, и лучок. Морковка должна быть слегка хрустящая, а лучок будет тоже отдавать свой аромат. Именно при такой температуре еще минут 30, и будет в самый раз. Бараньи голяшки томились 2 часа. Будем доставать. Да, как жаль, что камера не передает все эти волшебные ароматы. Друзья, наконец, самое вкусное. Бараньи голяшки в гранатовом соке с бахаратом уже готовы. У меня ржаной дистиллят. Запотевший. А также очень вкусный, очень обалденный и сочный, и свежий салат из свежих овощей. Вот он. Вот. Вот такой. Оранжевые и красные помидорчики, огурчики, лучок, базилик, кинза, петрушечка, укропчик. И оливковое масло. Как же классно пахнет. Но давайте пробовать. Ржаной дистиллят такой холодный. Он просто тянется. И луговые цветы. Хорошо. Класс! Салатика. У меня на блюде лежат 4 голяшки. 2 передние и 2 задние. Вот эти поменьше. Это передние, а вот эти задние. Сейчас очень модно говорить, эта часть тушки была недооцененная. Я не знаю, как она была недооцененная, но сами голяшки всегда очень вкусные. Они томились всего пару часиков. Посмотрите, вот так мяско уже отстает от косточки. Все вот эти твердые жилки, какие были, превратились в такое нежнейшее желе. Еще мяско очень горячее. Вот. Тянем самую жесткую пленочку. Вот это, это пленочки. Попробую, насколько они мягкие. Попробую, насколько они мягкие. Десерт. Плохи горячее. Хочу вам показать именно пленки. Горячущая. Как пахнет. Настолько обалденно пахнет, как будто бы мы с вами очутились где-то на Ближнем Востоке. Иран, Ирак, Израиль. Все настолько колоритно. Ммм. Мягучученькая. Мягученькая. Сочная. А какие нотки гранатового сока. Он хорошенечко упарился, превратился в такой классный соус. Здесь есть такая легкая сладость. Как отлично переплелись все вкусы. Сладость гранатового сока. Небольшая утонченная резкость лучка. Морковка. Перчик. Имбирь. Все настолько вкусно. И мяскор. Галяшки. Вот это все сейчас мы будем кушать. Представьте, как это вкусно. Ммм. Мягчайшая. Никакой соус не нужен. Друзья, мне уже машут суфлеры, что пора закругляться. Потому что у них уже не просто слюнки текут. Это что-то страшное. Ну, а я на правах главного героя. Жаной дистилляк. Галяшки. Слад из овощей. Такое красивое место. Если вам понравилось это видео, друзья, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Пишите комментарии. И помните, кухня это самое спокойное место. Еще раз напоминаю, бараньи галяшки в гранатовом соке с бахаратом. Класс.